Добрый вечер, дорогие друзья! Я ему, ну, дальше что? Он здоровья, благополучия, душевного покоя, и чтобы спастись вам от лукавого. От кого? От лукавого. Ну, дальше что? Он, вы ночью сегодня во сне молились, чтобы ваш начальник сломал ногу, и вас назначили на его место. Вас услышали. Кто? Кто все видит и всех слышит? Я его спрашиваю, начальник сломал ногу? Сломал. Меня назначили? Нет, сейчас утро еще не успели. Ну, я понял, жулик пришел. И он, главное, ни с того ни с сего, с вас 143 тысячи 341 рубль. За что? Он говорит, чудеса требуют материальных затрат. Срочно организовали встречу вашего начальника с другом детства. Они пошли в ресторан, заказ на 15 тысяч, зеркало разбили. Ваш начальник погнался за проституткой. Это может быть, это его хлебом не корми. Загремел с лестницы, сломал ногу, скорая помощь, хирурга 10 тысяч, отдельная палата. Там они с другом и с хирургом разбили люстру. Всего 143 тысячи 341 рубль. Я ему говорю, пошел вон. Он, то есть, если я вас правильно понял, платить вы не будете. Тогда вас отправят в командировку в Сахару. Вы там можете погибнуть. И я ему говорю, придурок, я всю жизнь занимаюсь целебной грязью в наших северных болотах. У нас никто с лыхом не слыхал про Сахару. Так что пошел ты знаешь куда. И тут звонок. Звонит начальник моего начальника. Твой вчера ногу сломал в ресторане. Спасал ребенка. И уже хлебом не корми, дай спасти кого-нибудь. В общем, ты на его место. Спасибо, говорю, я оправдаю. Он для начала командировка тебе в Сахару. А мужик уже пошел, куда я его послал. Я трубку бросил, побежал за ним. Говорю, мужик, товарищ, я понял, ты с того света. Я думал, у вас там жуликов тоже полным-полно. А оказывается, они все здесь, у нас. Не догнал его. Короче, не надо никому зла желать. Даже во сне. Вас могут услышать. АПЛОДИСМЕНТЫ